Соединенные Штаты на грани новой волны паники. В Нью-Йорке, возможно, диагностирован второй за последние несколько дней случай заболевания Эболой. Пациент – пятилетний ребенок, который недавно вернулся вместе с семьей из Гвинеи, где бушует эпидемия лихорадки. Сейчас врачи и власти штата ожидают результатов анализов мальчика. Сегодня же в Нью-Джерси из карантина выпущена медсестра, принудительно изолированная в больнице после возвращения из Африки. Теперь она планирует судиться с государством. Все подробности мы рассчитываем узнать у моего коллеги Евгения Маслова. Женя, добрый день. Вам слово. Да, Валера, этот вопрос теперь, очевидно, действительно будет предметом судебных разбирательств. Речь идет о том, имеют ли власти право на принудительную изоляцию человека в целях предотвращения распространения эпидемии. А в Нью-Джерси посчитали, что да, Кейси Хикокс, сотрудница организации «Врачи без границ», вернулась в США из Яролеона. Несколько дней назад ее тут же поместили в карантин, как она заявляет, против ее воли. Перед этим медсестру изолировали от остальных пассажиров рейса, допросили, по ее словам, с пристрастием и затем доставили в больницу в Нью-Джерси. Полагаю, что поскольку она работала с больными эболой в Африке и сама может являться носителем вируса. Обследование показало, что у Кейси Хикокс нет признаков лихорадки, однако ей было предписано оставаться в изоляции 21 день. Она связалась с адвокатами, журналистами, потребовала освобождения и сегодня ей предоставили ее право на свободу. Известно, что медсестру домой в штат Мэйн доставят на специальном чартерном самолете, где ей предложат на выбор оставаться добровольно в карантине дома или просто наблюдаться у врачей. Этот случай беспрецедентный. Во время инкубационного периода заболевание не проявляется и одних лишь замеров температуры у пассажиров по прилету из Африки явно недостаточно. Но принудительный карантин на 21 день, по мнению многих, нарушает права человека. Американская медсестра намерена теперь доказать это в судебном порядке, даже несмотря на то, что карантин уже с нее снят. Но власти Нью-Джерси и Нью-Йорка считают, что это не нарушение прав, а эффективный метод борьбы с распространением эпидемии. Я понимаю, что некоторым может показаться, что 21 день карантина – это очень тягостно. Я бы попросил их отнестись к этому с пониманием и иметь в виду, что мы пытаемся держать таким образом ситуацию под контролем. Мы, с одной стороны, пытаемся помочь странам Африки, но и проверяем работающих там медиков, заботясь о здоровье наших граждан в Нью-Йорке. Особые карантинные меры будут применяться к врачам, работавшим в Западной Африке с больными, зараженными Эболой. К слову, подобные принудительные меры намерены вести также власти штатов Вирджиния и Джорджия. Но и медсестры может в результате все эти меры свести на нет, то есть признать их незаконными. В Нью-Йорке на сегодняшний день официально один человек с подтвержденным диагнозом Эбола – это врач, вернувшийся из Африки, Крейг Спенсер. И он сейчас находится под наблюдением врачей в больнице. Его состояние пока стабильное. Как вы уже и сказали, еще один пациент, пятилетний мальчик, вернувшийся с семьей из Гвинеи, сейчас проходит обследование. У него высокая температура, но Эбола это или нет, будет известно через несколько часов. Пять его родственников также находятся в карантине. И если вдруг подтвердится, что у мальчика Эбола, я думаю, число людей, поддерживающих принудительный карантин, по крайней мере, здесь, в Нью-Йорке, заметно увеличится. Валера. Спасибо, Женя. Это был мой коллега Евгений Маслов с последними новостями о вирусе Эбола в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси. Спасибо.